Я читаю пятую главу из четвертой книги царств. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирьянам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей, — О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказы его. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, — Так и так, — говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, — Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота и десять перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, — Вместе с этим письмом вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказы его. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, — Разве я Бог, чтобы умершвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтоб я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, — Для чего ты разодрал одежды свои, пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, — Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, — Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И повернулся и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, — Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе, тебе только омойся и будешь чист. И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз по слову Человека Божья, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к Человеку Божью, он и все сопровождавшие его. И пришел, и стал перед ним и сказал, — Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он, — Жив Господь, пред лицом Которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, — Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака. Потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет Господин мой в дом Риммона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона, да простит Господь раба твоего в случае этом. И сказал ему, — Иди с миром. И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божья, — Вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого сирианина. Что он приносил? — Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, — С миром ли? Он отвечал, — С миром. Господин мой послал меня сказать. Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд. И сказал Нейман, — Возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, — Откуда, Геезий? И сказал он, — Никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, — Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? — Время ли брать серебро и брать одежды? Или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый, от проказы, как снег.